За прошедшую неделю в мире науки произошло много интересных открытий, и сегодня давайте посмотрим на некоторые из них. Вопрос, откуда у человека берется сознание, мучает ученых с самых древних времен. И недавно группа нейробиологов под руководством Кристофа Коха нашла свидетельство того, что сознание может порождать клауструм. Клауструм представляет собой тонкую пластинку из серого вещества, находящуюся под корой больших полушарий мозга. В этой структуре ученые нашли гигантский нейрон, который обволакивает своими отростками весь наружный слой мозга и служит посредником при взаимодействии между его областями. И как считается, он участвует в формировании сознания. Уже многие слышали про супербактерии, которые устойчивы к различным антибиотикам и вызывают неизлечимые заболевания. Ученые из Института Броуда и Гарвардского университета сделали шаг в изучении причины их возникновения и выявили мутации, которые способствуют появлению супербактерий. Свои эксперименты биологи проводили на бактериях, родственных тем, которые вызывают туберкулез. Ученые выяснили, что устойчивость к антибиотикам сопровождалась изменениями в генах, отвечающих за работу рибосом. Кроме этого, были найдены такие эффекты, как усиление сопротивляемости бактерий к тепловому шоку и другим видам стресса. Получается, что из-за действия антибиотиков бактерии не просто становятся к ним устойчивы, а еще и получают дополнительные способности, позволяющие выжить в неблагоприятных условиях. Пока одни ученые разбираются с бактериями, их израильские коллеги выяснили, что имя человека странным образом может быть связано с его лицом. Открытую закономерность ученые назвали эффектом Дориана Грея. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы из Израиля и Франции. Людям показывали фотографию, предлагали четыре имени и просили угадать, как зовут человека. К удивлению ученых, и израильтяне, и французы угадали имя в 40% случаев. Правда, чутье работало только тогда, когда участники видели снимки своих соотечественников. Причину этого ученые видят в культурных стереотипах, которые есть в разных странах, благодаря которым люди с определенными чертами лица имеют соответствующее имя. Ответ на вопрос, как невесомость влияет на гены живых организмов, попробовали дать в Институте медико-биологических проблем. Ученые в 2014 году на два месяца отправили в космос мух дрозофил. За время нахождения на орбите сменилось три поколения этих мух, а это значит, что на Землю вернулись организмы, которые никогда не знали, что такое земное притяжение. Анализ более 13 тысяч генов дрозофил после их приземления показал, что каких-либо катастрофических изменений не произошло. И теперь можно утверждать, что во время длительных космических полетов организмы людей не пострадают из-за невесомости. И космонавты смогут быстро приспособиться к гравитации планет даже после полета длительностью более 100 лет. Многие нейрофизиологи работают над тем, чтобы создать прибор, который бы имел функцию чтения мыслей какого-либо человека. Разработчики из США создали устройство, которое позволяет проанализировать ход мыслей двух собеседников и определить, есть ли между ними взаимопонимание. Это устройство способно распознать молекулу гемоглобина в человеческом мозгу. Наблюдение за изменениями уровня гемоглобина позволяет ученым определить, какая зона мозга активизируется в определенной ситуации. Активность же определенных участков мозга приблизительно показывает, о чем размышляет человек. И благодаря этому авторы прибора утверждают, что уже сейчас, как минимум, могут определить уровень взаимопонимания между двумя собеседниками. Друзья, а вы хотели бы иметь прибор для чтения мыслей? Напишите в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok